Здравствуйте, уважаемые слушатели радиопроекта! У нас сегодня премьера на канале. В гостях у нас будет Виктор Шульц. Виктор работает водителем в городе Ахен, это на западе Германии. Город где-то населением 260 тысяч человек. И мы сегодня поговорим с Виктором о его работе. Привет! Я, Виктор, приветствую вас, всех слушателей. Я первый раз на такой встрече. Сегодня коронавирус, сижу дома немножко, поэтому имею время и возможность с вами познакомиться поближе. Да, ну, кстати, вот о коронавирусе, может быть, начнем с этого, потому что сейчас все об этом говорят. В Ахене, несмотря на коронавирус, несмотря ни на что, движение автобусов продолжается, я так понял. И единственное, что нельзя просто продавать билеты больше водителям, да? Ну, автобусы ездят, конечно, в уменьшенном режиме, как на каникулах. И переднюю часть автобуса закрыли, чтобы уменьшить контакт с водителем, вернее, контакт водителя с пассажирами уменьшить. И, ну, чтобы не так много было больных. Все-таки движение на автобусе – это важно. Автобусы должны ходить, чтобы социальная жизнь продолжалась и чтобы совсем каос не возник. Получается, что через первую дверь войти вообще нельзя сейчас в автобус, да? Там все перекрыто. Да, первую дверь закрыли. И первые две сидушки, прям, которые за водителем, они тоже закрыты, чтобы немножко расстояние было между шофером и пассажиром. Это, в основном, для здоровья водителя создано, и заодно и для пассажиров, чтобы не было… уменьшить контакты, социальные контакты, так сказать. Продажа билетов пассажирам – это раздражает или это отвлекает от основной работы, от того, чтобы везти автобус? Или уже ты привык к этому и спокойно относишься? Ну, я уже 20 лет сижу за баранкой, ездил на городском автобусе. И для меня это как нормально, что пассажиры, которые не имеют билета, покупают у шоферов билеты. И я об этом даже как-то не задумывался. Это, как, входит в объем моей работы и продажи билетов. И поэтому раздражать оно… И некоторые дни бывает, что раздражает все. Ну, это основная наша работа – водить автобусы и продавать билеты. А вообще много пассажиров покупают билеты у водителя? Сколько процентов примерно, не знаешь? Ну, процентов нет, но, я думаю, больше 10-15 процентов, которые спонтанно… Спонтанно… Спонтанно решают поехать, да? Они не постоянно ездят? Да, в том числе. И не выгодно покупать, например, месячный абонемент или на год. Это самый годовой абонемент. Поэтому для таких пассажиров удобнее заплатить сейчас маленький билет и потом, может быть, через полгода опять. А вообще, как ты попал на эту работу? Как ты решил работать с водителем? Расскажи немножко. Ну, интересно. Я об этом уже как-то перестал задумываться. Это было незадуманно. Я никогда не хотел, не мечтал о такой работе. Просто я, когда приехал в Германию, я был до этого индустрией механикер, как это по-русски. Я работал в тяжелой индустрии. Я был токарем, фрезеровщиком по обработке железа. И приехал в Германию. Меня профессию не признали изначально из-за того, что у меня не было станки, которые управляются компьютером. У меня этого не было. Тогда это был только начальный процесс. И очень-очень было мало фирм, которые имели вообще такие инструменты, которые управлялись компьютерами. Поэтому у меня в моем образовании его не было. И меня из-за этого не признали. А переучиться было для биржи труда, так сказать, немножко дороговато. А сам я это позволить не мог. Ну, я сидел дома безработный. Потом меня дяденька пригласил и спросил, если у меня есть желание сесть за руль автобуса. Я сначала сказал, ты что, это самое, упал, не ударился башкой где-то. А потом подумал так. Ну, думаю, ладно, если судьба так это решила. Попробую, что. Вот попробовал. И уже сколько, 23 года я сижу за рулем. Какой большой стаж уже, да. Ну, а что вообще нравится в этой работе? А что, может быть, не очень нравится? Ну, это как и работы, как и все другие работы. Есть хорошие дни, где все нравится, есть плохие дни, где каждая кочка на дороге раздражает, каждая запятая и это самое. Это как во всех других специальностях. Ну, я уже привык к этой работе. Есть, например, отпуск или больничная, потом как-то уже и скучать начинаю по ней. Ясно. Ну, расскажи немножко вот нашим слушателям интересно, как вообще вот проходят работы, какие смены, сколько выходных. У нас утрешняя смена начинается примерно в 4 утра. Уже некоторые автобусы выезжают до 4. И потом, чем дальше, тем больше. Основной поток выходит к 6, когда начинается школьников и студентов завозить в школы. Вот. А последний автобус заезжает, это когда с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье. И перед праздниками там еще ночные автобусы есть. Они приезжают утром. Мы иногда даже встречаемся, когда ночная смена заезжает, а утрешний выезжает. Получается, в конце недели мы едем 24 часа в сутки, а так среди недели заканчивается где-то к часу ночи, к полвторому, последний автобус заходит в гараж. А сколько длится вот смена у тебя, например, по-разному или какое-то определенное количество часов? Ну, конечно, смены разные бывают. Бывает 8-8,5, но это редко, это уже длинные смены. В основном так, 7,5-8 часов, вот это в среднем. Бывают некоторые смены короче, другие, опять же, чуть длиннее. Но для этого у нас есть тарифы, и они не могут просто так, например, 10,5 или 12 часов, по крайней мере, на нашей фирме, допустить, чтобы мы так долго ехали, потому что нам завтра опять на работу, и мы должны еще иметь время немножко восстановиться, и есть еще своя личная жизнь. Ну, а ты работаешь разные смены, или вообще водители, они меняют утро на вечер, потом на ночь, или кто-то больше определенных смен работает, например, только утром? Есть разные возможности. У нас несколько лет назад сделали такую группу, создали, которую, вернее, еще и к этому программу такую купили, где мы можем на 8 недель вперед, например, планировать наши желания, как мы хотели бы работать, задавать в эту программу. Например, я с удовольствием работаю с утра, тяжело вставать, но зато я после обеда дома, и еще и имею возможность быть семьей. Поэтому для меня интересно, например, с утра работать. Есть другие предпочитают вечером, там тоже есть свои плюсы и минусы. Другие, опять же, работают только днем, потом есть еще возможность утром, 3-4 часа поработать, и после обеда потом выйти опять вторую половину отработать, а не как поделенные на два куска, и посередине там 3-4, иногда 5 часов пауза, ты можешь домой прийти, заняться личными делами, потом опять отработать 3-4 часа. Есть разные, так сказать, концепции. Несколько у нас на нашей фирме, по крайней мере. А выходные получаются где-то 2 выходных дня подряд, или как с выходными? Ну, я, например, планирую свои выходные тоже, в основном 2 дня в неделю, иногда 1 день, например, если, как на этой неделе у дочки день рождения, я сделал себе 3 дней выходных, чтобы не напрягаться крепко, чтобы побыть больше дома. Для этого мне надо было, на неделе до этого, 1 день только выходной имел. Ну, так вот, как-то, как-то так. Я знаю, что есть еще короткие паузы, да, вот когда в центре города есть так называемый бус-хоф, то есть центральная остановка, автовокзал, да, и там у вас есть и комната отдыха, да, и можно там отдохнуть, побыть. Ну, это не комната отдыха, это как кантина, там можно булочку пить, кофе попить, пообщаться с коллегами на фирме, и у нас есть комната отдыха, так сказать. И на бус-хофе, автовокзале, где мы имеем возможность друг с другом пообщаться, а так мы только встречаемся на дорогах, через окошко вот так помахал и дальше поехал. Да, да, это часто я вижу тоже, да. Ну, вот как коллеги, я знаю, что всегда нехватка большая водителей автобусов, все время вижу плакаты, что набирают новые кадры. Почему это так, ты считаешь, почему так мало людей приходит работать водителем? Ну, приходит много, не все выдерживают, это психическая нагрузка все-таки. Физически может быть меньше нагрузка, чем где-то на стройке или где-то на другом месте, но здесь приходит психическая нагрузка, ты постоянно в напряжении, постоянно, особенно молодым, ты должен знать дороги, куда ехать, все-таки у нас большой график, много дорог, много линий, и все сразу выучить тяжело, потом приходят еще контакты с пассажирами, билеты продавать, на вопросы отвечать, если в состоянии еще ответить. И это все вместе собирается, потом еще до этой коронавируса, когда этого всего не было, сейчас то полегче на дорогах, а так это еще была борьба за выживание на дороге, так сказать, это своего рода война, кто сильнее, кто круче, где-то имеет право проезда, ну, своего рода, да, немножко это самое, люди очень на дорогах агрессивные покупают большие автомобили, думают у них везде это самое, право проезда автоматически, конечно, если я еду, значит, я имею право проезда, все остальные должны подождать, даже водитель на автобусе должен подождать, потому что ему есть что терять, и его на работу. Ну вот интересно, что это так, потому что многие в России думают, что немцы такие дисциплинированные, автобус пропустят и так далее, но, видно, не всегда получается так. Ну, голландцы, в Голландии, которые живут, они более дисциплинированы по поводу автобуса, а голландцы, которые в Германию приезжают работать, или немцы, которые в Голландии живут, они более наглые. Если я по Голландии еду, чуть дальше за границу, там совсем другая дисциплина, там и отношение другое к тебе, как к водителю автобуса, там и отношение к велосипедистам другое на дорогах, ну, там другой менталитет, а здесь так. Да. Ну, почему в Голландии ты едешь? Дело в том, что Ахен на самой границе с Бельгией и Голландией находится, и некоторые городские маршруты, они как раз заканчиваются уже в Голландии или в Бельгии, да? А вообще ты общаешься с коллегами тоже из Бельгии и Голландии? Ведь частично их маршруты тоже в Ахен приходят, да? Да, но у нас очень мало социальных контактов с другими шоферами. Если получается, что мы вместе на нашей паузе отдыхаем, вместе за чашкой кофе встречаемся, ну, это редко, и, ну, как я начал фотографировать, особенно, когда я начал фотографировать коллег и шоферов на автобусе, я, у меня круг общения увеличился, я буквально почти всех, со всех фирм, со всех, это самое, которые в Ахен ездят, они меня знают, я их по именам, конечно, уже всех тяжело запомнить, я, по мере возможности, я общаюсь буквально со всеми. Вот скажи, многие из этих шоферов, они не работают с тобой на одном предприятии, да? Потому что я знаю, есть вот такие субподрядные фирмы, которые берут людей частично работать временно, да, и, может, и платят им меньше. Вот расскажи, много ли таких водителей, как у вас с ними отношения тоже? Ну, таких водителей очень много, которые заменьшают зарплату, делают ту же самую работу. Каждый человек решает, за что он готов эту работу делать, или за что он не готов это делать, и поэтому каждый выбирает себе сам свою, эту самую работу. Я, когда начал, я тоже не знал, что и как. Я начал в такой приватовской фирме, я полтора года почти там потерял. В частной фирме, да. А потом я посмотрел, думаю, если я эту работу буду делать, тогда уже, соответственно, самое лучшее, что есть, надо выплатить, а нет, если это не подойдет, тогда буду искать другую работу. И я потом перешел в Азиат, это городскую архинскую фирму. И в нашем районе, так сказать, выше уже некуда. И у нас тоже уже начали закручивать эту рукоятку, которую новая начинает, они намного меньше получают, чем я. И для этого надо сначала 20 лет продержаться. Ну да, да. 20 лет выдержки, так сказать. Ну да, но вы больше всякими профсоюзами защищены, всякими договорами с профсоюзом. И я действительно знаю, что чем дольше ты находишься в компании, тем больше ты получаешь. А вообще ты своей зарплатой доволен или считаешь, что вам еще бы больше могли платить? Ну, если бы я крепко был бы недоволен, может быть, другую работу искал бы. Но в данный момент я другую работу еще не нашел, стабильной. Конечно, я зарплатой недоволен, но я доволен тем, что даже сейчас в этой ситуации, как раз в такой тяжелой ситуации, где очень многие фирмы вынуждены просто на дверь замок вешать и домой идти, курсарбать, или вообще безработные. И автобусы ходят. Война, война, так сказать. Ну да, да. Автобусы ходят, и зарплата капает. Пусть не такая большая, но стабильно и регулярно я могу на эти деньги содержать свою семью. Отпуск сколько дней у тебя? Тоня, даже не посмотрел, сколько у меня больше четырех недель хорошего отпуска. У нас его делят на две половины, я три недели где-то беру летом, и две с чем-то недели беру зимой. Это плюс еще выходные там, поэтому получается немножко по-разному. Если, например, два, сколько там, почти тридцать дней отпуска, у меня с каждым годом отпуск увеличивается. Чем больше стажа, тем больше отпуска получается. И на пребаторских фильмах, конечно, немножко сложнее обстановка. Несмотря на это, иногда бывают забастовки тоже, да? Вот я помню, что даже несколько дней не ходили в какой-то год автобусы из-за забастовки. Ну, у нас еще более гуманно, если я посмотрю, как в соседних странах, как во Франции или Бельгии поступают, то нам еще нужно учиться и учиться от них. Конечно, жизнь-то дорожает, и, соответственно, должны поднимать зарплату. А этого не делается, что зарплату поднимает меньше, чем инфляция всегда. Все-таки удастся ли, ты думаешь, набрать больше водителей? Потому что все время еще такая проблема, что когда какие-то тоже эпидемии не такие страшные, конечно, сейчас, как коронавирус, что часто не хватало. Просто именно водители настолько, что рейсы приходилось отменять из-за болезни просто, из-за того, что неком было заменить водителей. Да, но этот процесс, это постоянно, если, например, весной, или когда вот гриппом были, когда это самое, когда иногда бывает, когда почти половина персонала болеет, гриппует все. Сейчас этот грипп называется корона, вчера он назывался шваны гриппы, фоголь гриппы и все такое. И все гриппы, да. Это нормально, для этого ты не можешь, это самое, в этот момент все страдают от нехватки персонала, не только наша фирма. И ты не можешь найти вот так царк, и появился персонал, его потом надо садить, когда все вернутся с больничного, что-то за всех карты будут сидеть играть или что?